РАМУЗЫКА Привет, ребята! Это РАМУЗЫКА! Ну что, главный музыкальный канал на русском ютубе, особенно посвященный Евровидению. Евровидение снова будет проходить с 8 по 12 мая в Лиссабоне, Португалия, и начали уже выходить конкурсные выступления, клипы и песни. И я считаю, что реакции это самый подходящий способ оценки песен именно Евровидения, потому что, по сути, Евровидение это и есть одна большая реакция. Мы смотрим песню, и мы должны за день или сразу же, за пару часов, выяснить, нравится она нам или нет. Здесь важен фактор мгновенной симпатии песни. Если она нравится, значит она, скорее всего, победит. Ну и дальше по ходу будем уже смотреть. Первую я решил посмотреть сегодня Мальту. Мальта у меня почему-то, не знаю почему, ассоциируется с такими полными, грациозными женщинами, которые поют оперу или еще что-нибудь, какие-нибудь мощные песни, не знаю. Может, последние годы просто проходили в Мальте с такими участницами, но в этот раз я по стоп-кадру уже вижу, что девушка очень миниатюрная, очень скромненькая. И, скорее всего, это никак не отразится на голосе, и голос будет шикарный. Давайте смотреть. Ууу, Черная Пантера, прямо в ногу со временем. Как раз фильм выходит. Ой-ой-ой. Напоминает мне Ариану Гранду, «One Last Time». Ууу. Ух ты, она в каком-то сосуде стоит. Ничего себе. Мальта решила с техникой поиграть в этом году. Яс, танцевальной песней. Песня называется «Табу». Ух ты, ух ты, ух ты. Смотрите, как в танцевальную музыку углубилась Мальта. Посмотрим, что будет в припеве. А припев, по-моему, я уже слышал. Только что. Ой, немножко кривовато. Ух ты, прям мотивационушка. Мотивашечка. И она вживую поет. То есть она примерно так же будет петь и на Евровидении. Миракл, animal. Си май бомз, посмотри на мои кости. У меня кость широкая. Ух ты, брейкдаун. Танцы пошли. Так, а где сама артистка? Зачем мне показывают 4 неизвестных женщин? А вот она рядом. Ух ты. Агрессивная. КРИМИНАЛС! Как-то пустовато, чего-то не хватает на сцене. Она одна ходит, руками машет. Или, не знаю. Join the Magic было написано на экране. Ну что, давайте обсудим. Давайте обсудим. Пока что очень сложно. Это мой первый участник, которого я посмотрел. Я даже не знаю, какую песню будет петь наша Юлия Самойлова от России. Давайте думать. Мне кажется, это очень проходная песня. Она не напрямую о любви, не напрямую о мире во всем мире. То есть, в этом смысле ей будет сложнее. На сцене было как-то пустовато. Продакшн номера, может быть, и изменят. Но она просто стояла, махала руками. Женщины сзади танцевали. Что-то ей не хватает. Или ей не хватает большой прически. Или ей не хватает огромного костюма, каких-нибудь крыльев. Я хрен знает. Что олицетворяют те девушки. Скорее всего, они говорят... Ну, то есть, намекают на животных в клетке, что ли. Интересно, интересно. Ну и, естественно, пантера на заднем плане. Будем смотреть. Пока, если честно, ничего особенного. Голосом немножко девушка дрогнула. В принципе, все нормально у нее. И с вокалом. Но никаких пиковых моментов в песне. Никаких завязок нет. Развязок. Такое чувство, что она недопетая была. Я просто послушал припев. Куплет. Еще раз припев. И еще раз припев. То есть, один куплет. Не было ни кульминации, ничего. То есть, это просто такая танцевальная песня, на которую не обращать внимания, под которую просто танцуют в клубе. И все. Посмотрим, как думаете вы. Что думаете вы. Давайте обсуждать. Евровидение на носу. Нам нужно, как бы, попасть в струю уже. Давайте рассуждать, что будет с Мальдой. Понравилась ли вам эта участница? Вот так, чисто, на слух. Понравилась ли или нет? А почему нет? Давайте вместе оценивать. Ссылочка на мой инстаграм и он же твиттер находятся на экране. Подписывайтесь на канал в телеграм. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Будем там спойлерить, обсуждать. Я с вами везде советуюсь. Ну, а главное, что я делаю. Я желаю вам всегда хорошего дня. Увидимся скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok